Торжественные мероприятия начались на территории Свято-Троицкого храма. Мэр Анатолий Пахомов и представители казачества приняли участие в молебне и возложили цветы к памятному кресту. Здесь находится братская могила казаков-кавказского линейного батальона, убитых бомбой во время русско-турецкой войны. Вечная память и вечный покой. Сразу после памятных мероприятий мэр отправился в сквер Бестужева. Анатолия Пахомова встречали сотни детей и подростков. В этом парке открыли долгожданный фан-бокс. Мы очень хотим шагать со временем и отвечать на вызовы. Сегодня мы видим, что молодежь очень любит вот такой экстрим. Наши ребята очень любят скейп-площадки. И скейп-площадки мы начали строить уже 2-3 года назад. Они у нас появляются то в одном, то в другом микрорайоне, в районе города. И вот мы с Оксаном Александровичем договорились, что в этом году в Дню города обязательно эта скейп-площадка появится и в Адвере. Открытие этой площадки ждали как любители головокружительных кульбитов на велосипедах, скейтбордах и роликовых коньках, так и новички экстремального отдыха. Лена и Валерий встали на доски недавно и рады такому подарку властей. Теперь рядом с домом появилось место, где можно тренироваться. Мы давно его ждали, вообще сейчас просто эмоции зашкаливают. Особенно такое, когда тут прям вообще бомба. Потому что в Адвере вообще не было, как бы все катались в центре, около здания Союза, а теперь есть где покататься и в Адвере, чтобы не ездить в Олимпийский парк, в Сочи. Да и учиться есть у кого. В Адвере и Сочи уже достаточно мастеров экстремального катания. Захватывающие трюки они с легкостью выполняли во время показательных выступлений. Пока одни покоряли площадку фан-бокса, любители воркаута устроили настоящее шоу на турниках. Чтобы так двигаться на перекладине, нужны годы тренировок. Эти парни отлично владеют своим телом, показывая разнообразные виды отжиманий, делая флажки, шаги и стойки. Специально на открытие площадки к сочинцам присоединились спортсмены из Туапсе и Краснодара. Молодежь радовалась новой площадке, а другие жители и гости Адлера могли познакомиться с творчеством юных художников. На улице Кирова развернулась выставка картин и поделок из глины, а на площади у администрации прошел концерт городских коллективов. Здесь же развернулись тематические выставки сельских округов, учреждений образования, культуры и спорта. Также все желающие могли внести свою добрую лепту, вырезать вот такие кленовые листочки, написать на них пожелания городу Сочи и прикрепить на символичное дерево. Кроме того, с помощью салфеток и красок все желающие могли создать вот такую объемную картину. Такие пейзажи позже будут отправлены в детские дома или школы-интернаты. Таким образом, каждый мог сотворить благо вместе. Ну а за труд – получить угощение, приготовленное кулинарами сельских округов. Народные гуляния в Адлере завершились только к вечеру. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.